Начало 90-х было для всех примерно одним и тем же стартом. И когда мы появлялись в каких-то музеях, мы себе не могли представить, что вот в этом можно было жить. Оказалось, что все это не принцесса недотрога. Ты можешь это спокойно взять и спокойно привести, инсталлировать и создать вот такой интерьер. В таких интерьерах, извините, уже в трениках с оттянутыми коленками к завтраку не выйдешь. Субтитры создавал DimaTorzok Я Андрей Мовчан, и в этом цикле передач я приглашаю в свою программу успешных людей, которые разговаривают со мной о инвестициях, о капитале, о том, как капитал создается, о том, как он тратится, о том, как они относятся к доходам и убыткам, о том, как они смотрят свое будущее и как они будут расходовать свои деньги, когда они перестанут активно работать. А для вас эти передачи могут быть полны бесплатных советов, которые дают богатые и успешные люди относительно того, как деньги зарабатывать и как их тратить. Сегодня у нас в гостях не типичный предприниматель, не типичный финансист. Это руководитель аукционного агентства, владелец аукционного агентства, антиквар, большой специалист по искусству и предметам старины Григорий Бальцер. Григорий, добрый день. Здравствуйте. Я не знаю, там надо здороваться в кадре или нет, давайте поздороваться. Здравствуйте. Григорий, вы не типичный бизнесмен или я ошибаюсь? Ну, скорее, наверное, да, скорее. Хотя... То есть разговаривать с вами про типичные инвестиции нельзя или можно? Ну, может быть, какую-то область инвестиций, которые сейчас называются инвестиции в эмоции или инвестиции в искусство, или как бы нестандартные инвестиции... Альтернативные инвестиции? Альтернативные. Давайте разбираться тогда, что это такое. Вы начинали давно. Да. С чего это все начиналось? Ну, по специальности я декоратор, я занимался декорированием интерьеров, и первой моей инвестицией были покупка вот этих самых интерьеров. У меня было несколько направлений, чем я занимался. У меня было, кроме достаточно большого количества мебельных магазинов, которые были по Москве, моя основная любовь и мой основной вид деятельности было... Я увлекался историческим интерьером. Это была моя специальность, это было мое увлечение, и это были мои первые инвестиции. То есть чем мы занимались? Мы ездили по Европе. Я начинал, работая у известного французского антиквара, к сожалению, уже покойного. Это Бернард Бенджамин Стенец, он находился... Это так называемое... Есть в Европе несколько семей, которых называют чердачники. Чердачники — это самое высшее... Ну, чердачники — это такое сленговое выражение, но это самая высшая категория антикваров. Это люди, которые могут себе позволить приобрести все сразу, имеется в виду. Как попадают интерьеры... Вообще, как попадают предметы антиквариата на рынок? У нас существует так называемая классическая пищевая пирамида антикваров, и в основном это попадает через 3D. Мы называем это Death, Divorce and Debt. Соответственно, как только возникает одно из этих 3D, иногда могут даже сразу два возникнуть. Ваших зрителей — это смерть, развод или долги? И долги, да. Это классическая формула. После этого та организация, либо та семья, или адвокатская контора, которая ведет это дело, предположим, может... Часто это государство делает, это связано с налогами иногда. Они пытаются реализовать имущество. Реал-стейт покупают специалисты, занимаются специалистами, которые занимаются реал-стейтом, а вот интерьер и экстерьер — это уже вот занимаются специалисты, которые могут прийти, оценить и взять сразу весь интерьер. Там никто на таких закрытых аукционах, никто не продает по одному предметику. Тут должен специалист прийти и оглядеть, осмотреть, и он правильно, так сказать, wholesale, покупает все. После этого начинается дисперсия, антикварная дисперсия, когда каждому специалисту каждого направления попадает его направление. Например, я занимаюсь Францией 18 веком, я занимаюсь только бронзой, я занимаюсь только живописью, предположим, прерафаэлитами. Соответственно, это попадает уже в эти руки. И дальше это доходит. В конце концов, остатки попадают на блошинные рынки. Вот так примерно выглядит пирамида, антикварная пирамида. И, соответственно, вот с этого я начинал. Конечно, я смотрел это как на инвестицию в первую очередь, потому что я должен был правильно купить, чтобы потом правильно продать. Безусловно. Достаточно циничный бизнес. Есть там место своему желанию. Вот я вот это хочу покупать, а вот это нет. Или клиент с рублевки хочет вот этот кич и пош, и я буду покупать это, потому что это дороже продастся. Конечно, это делалось на вкус клиента, но тогда это фактически не инвестиция, потому что ты уже работаешь под готовый заказ. А мой вкус был все-таки немножко не такой. И был подготовленный, у меня высшее художественное образование, и я к этому относился, в общем, уже более профессионально. Я выбирал те стили, которые мне интересны были. А что изменилось сейчас? Вот прошло там сколько лет? Тридцать, наверное, да? Ну да, почти тридцать, двадцать семь лет прошло. Ну, слушайте, мы начинали все одинаково. Вот начало девяностых было для всех примерно одним и тем же стартом. И когда все начиналось, мы все были дети, инженерные дети, скажем так, в однушках, двушках, трешках, либо в коммуналках. Это было как бы с... Многие с общежитий. И мы все были девянными мечтателями. И когда мы появлялись в каких-то музеях, мы себе не могли представить, что вот в этом можно было жить. Там Шереметьевский дворец, Останкинская, Останкино, Кускова, там, под Москвой, Санкт-Петербург. Когда приезжали, мы говорили, ну как в этой красоте? Это же надо везде руками же не трогать. Висели все эти веревочки и надписи. И вот в начале 90-х оказалось, что все это не принцесса недотрога. Ты можешь это спокойно взять и спокойно привезти, инсталлировать и создать вот такой интерьер. Наверное, прошу прощения, не то, что в музее, а, наверное, то, что продается на рынке. На рынке иногда вещи посерьезнее, чем в музеях попадаются, потому что разные семьи, ведь это всегда связано... Например, самый большой поставщик современных, в смысле, классических интерьеров, исторических интерьеров, скажем, Франция, Германия, Италия, в меньшей мере, но тоже в основном это налоги. Получает наследство, предположим, наследник. Налог на наследство во Франции 50%. Соответственно, тут же приходит инспектор, практически приходит в день похорон, и там кого-то, да, усопшего. И тут же начинает описывать все, и потом вам просто предъявляют счет. Скажем, вот этот красивый ваш интерьер, ваш красивый дом стоит там 10 миллионов. Соответственно, вот в течение этого года вам надо заплатить налог 5 миллионов, и вы продолжаете владеть. Если у наследника таких денег нет, и он не хочет продолжать эту историю, он, естественно, должен реализовать. Кстати, наверняка ты знаешь, а зрителям будет интересно, а как по разным странам Европы распределяются размеры налога на наследство? Достаточно прилично. Ну, скажем, меньше 30% по-моему нет ни у кого. Россия самая выгодная страна для наследования. Россия ноль. Поэтому используйте этот шанс и, в общем, передавайте наследство в России. Теплой рукой называется. Так как в Америке, где там первые 10-12 миллионов не облагаются налогом, такого нет в Европе. У нас нет, по-моему, нет. Нет бракета вот этого наследственного бракета, по-моему, нет. То есть все те, кто сейчас покупает недвижимость в Англии, например, должны это иметь? Да, должны иметь в виду, что в Англии, по-моему, 40% налогов, и эти 40% придется заплатить наследникам. Вуаля. Да, ну а для нас это удобный способ купить антиквариат. Так как эволюционировал бизнес? Вот 30 лет назад это была декорация по заказу. Это была декорация. Ну, а сейчас, ну, в принципе, скажем, люди... Тогда мы создавали миф, мы были диванные мечтатели. И все эти были, все дети, которые... Тогда мы все росли примерно в одном, одного и того же круга, одного и того же, мы все учились в институтах, там, или в техникумах, ну, как кто. Вот. И когда эта вся история, когда началась новая Россия, у нас появились другие возможности. Но при этом мы не были еще готовы к этому, у нас не было вот этого эмоционального багажа. То есть мы жили в мечтах, но вот реального, скажем, эмоционального понимания, как я могу в этом жить. И нам нужно было... Мы начинали придумывать себе мифы. И эти мифы, все мои интерьеры, это были вообще... Это было классическое мифотворчество. Потому что ты берешь какую-то семью. Ты начинаешь... И ты создаешь их, например, из этой семьи, там, например, я не знаю, венецианских дожи, если ты делаешь в итальянском, там, в итальянской готике. Либо ты создаешь, не знаю, там, фламандских буржуа, если ты делаешь там... Или делаешь викторианский какой-то интерьер. Ты должен создать... Потому что бытие определяет сознание. В таких интерьерах, извините, уже в трениках с оттянутыми коленками к завтраку не выйдешь. Надо было уже соответствовать. И клиенты, естественно, быстро вживались в это. После этого, естественно, все изменялись. Сначала ты сознаешь некую красивую картинку. А дальше жизнь начинает добавляться. Добавлять. Это некая временная гусеница, которая... Или, там, скажем, пирамидка, на которой нанизывается время, семья, увеличиваются дети, меняются вкусы. Мы начали больше путешествовать. Что-то смывало время. Что-то оставалось. И это превращалось уже совсем в другие вещи. Сейчас, скажем, вот таких тех классических интерьеров, которых я делал еще в начале, в середине 90-х, но вот, может быть, один-два осталось в том виде, в каком я его делал. Естественно, все изменились. Изменились мы, изменилось все. И изменились весь этот... И эта работа изменилась тоже. Но твой бизнес тоже менялся. Это не только декорации. Безусловно. Безусловно. И мой бизнес менялся, и клиент менялся. В итоге, в какой-то момент, мне было стало интересней... Ну, может быть, просто я уже перегорел заниматься просто декорированием, создавая вот эти большие сложные музейные интерьеры. Мне захотелось попробовать... У меня было уже достаточно хорошее испытанное имя на этом рынке. И меня хорошо знают аукционы. Всему их галереи, аукционы. Я много этим занимался. Вот. И мне захотелось просто давать этот сервис, как сначала это был сервис декораторам, помочь найти, помочь привезти, помочь упаковать, помочь распаковать, застраховать, инсталлировать, электрифицировать. Вот это вся... До сих пор, я уже много лет этим не занимаюсь, но до сих пор у меня есть, так сказать, группа людей, которую я называю «Мой профсоюз», которые помнят, любят и знают. Если я сегодня скажу, «Ребята, давайте что-нибудь такое опять сделаем, соберем, разберем, привезем, инсталлируем». Я уверен, что люди снимут, так сказать, очки, там, офисные нарукавники и вспомнят, что такое. Настоящий хороший инструмент в руках. Это второй этап, потом был третий. Потом был третий этап. Третий этап — это когда мы... Дело в том, что агентство начиналось просто как агентство, оказывая сервис, сначала декораторам, потом уже финальным клиентам, которые тоже хотели. Потому что когда ты создаешь интерьер, а ты создаешь его полностью, и для тебя произведение искусств и предметы коллекционирования — неотъемлемая часть всего этого. И так возникали картины на стенах, так возникали скульптуры, так возникали парковые скульптуры и декорации. После этого стали возникать автомобили, и аукционы автомобильные, соответственно. Возникали коллекционеры, естественно, вина и других лакшери. Дело тоже здесь уже не в декорациях. Здесь уже в агентстве, которое представляет сервис по 44-м разным направлениям коллекционирования. — Сейчас это агентство, которое... — Занимается практически... — 44 линии разных... — 44, да. — То есть это уже больше не декорирование, это коллекционирование? — Давно уже не декорирование. Агентство не занималось декорированием. Это было все до агентскую эпоху. А агентство занимается сервисом, помогая клиентам принимать участие на аукционах всего мира, покупая ли, продавая ли, принимать участие на аукционах всего мира по 44-м разным направлениям. От африканского искусства, машин, вино, лакшери, сумки Биркин, часы и так далее. — И это все для тебя инвестиции, да? Это бизнес, который должен приносить деньги. — Конечно. — А какая у него экономика? Так очень грубо, да, чтобы не раскрывать каких-то там внутренних данных? — Ну, здесь никаких тайм нет. Мы абсолютно четко работаем по определенной схеме. Мы получаем комиссию со сделки, при этом готовя сделку заранее, занимаясь точной проверкой в соответствии предмета написанному, потому что аукционного дома частенько нет возможности, нет времени даже проверить. Каждый из там, может быть, 400, 500, 800 лотов, может быть, на аукционе. Аукцион готовится достаточно короткий, может, достаточно короткий период времени перед самим аукционом, каталог печатается и так далее. Очень много времени уходит на подготовку и не всегда хватает времени на проверку самого предмета. И наша работа начинается вот с самой идеи приобретения, соответствия предмета, точное понимание, сколько он должен стоить на рынке. Мы делаем некий кросс-анализ, который привел к созданию специального отдела в нашем агентстве, который называется отдел аналитики. И аналитика сегодня становится для нас очень серьезным продуктом, потому что мы для многих private-банков мы даем возможность получить информацию прямо с рынка. Мы, в общем, хотим сделать в какой-то момент, может быть, даже какой-то свой арт-индекс, который даст нам возможность показывать, какие направления более инвестиционные, интересные, какие менее инвестиционные, там, сказать, винеры, лузеры. Если мы работаем по... Почему 44 направления, во-первых? Это количество каталогов аукционных домов всего, направлений. Вот больше их нет. Нумизматика, филателия, букинистика. И всего 44 разных направления. Вот по каждому из этих направлений мы работаем. И каждый из них имеет свою инвестиционную глубину, ширину охвата аудитории. И, соответственно, это все можно посчитать. И, в конце концов, мне абсолютно не математику и, в общем, нетипичному бизнесмену, потому что я, так сказать, в данном случае практически от сахи. Оказалось, это очень интересно. У меня было два курса экономико-статистического, вечернего факультета, с которого я счастливо сбежал. Но вот, наверное, как-то на меня математика, в конце концов, догнала. И вы встречаетесь с подделками наверняка. Да, безусловно. А что происходит в этот момент? Огорчение. То есть просто вы говорите клиенту, извини, это... Эта работа или этот предмет... Делается экспертиза. Ну, мы привлекаем экспертов, потому что невозможно быть экспертом во всех направлениях. И даже в каждом из направлений есть десятки, сотни поднаправлений. Естественно, привлекаем экспертов. Сегодня уже существует очень много сложных экспертий. Например, для произведения искусств есть и сложные рентгены, и изотопы. Что только сегодняшняя современная техника не придумывает. Сегодня это также находится в какой-то момент и в, так сказать, в нашем скромном... А что происходит с этим предметом? Вот принес вам клиент картину за 100 миллионов долларов, и оказалось, что это подделка. И что дальше с этим предметом случается? Ну, разные вещи. Во-первых, важнейших правил покупки произведения искусства предмета коллекционирования — это юридическая поддержка. Мы тоже, кстати, как агентство представляем эту... Это, безусловно, человек должен правильно купить. Должны быть правильно контракты по контракту. Если человек приобрел подделку, он должен вернуть, получить свои деньги обратно, предмет вернуть. Вопрос другой, что если уже не к кому предъявить претензии, предмет был куплен бесконечно давно, или... Ну, частенько это бывает даже не только подделки злого умысла, это могли быть иллюзии чьи-то. Такие с людскими иллюзиями мы встречаемся намного чаще, чем с подделками. Человек думал абсолютно, что это очень серьезное какое-то произведение, досталось от бабушки или от прабабушки. Оно, в принципе, копеечное, ничего не стоит. Это там простой какой-то предмет. Разрушать иллюзии, конечно, очень неприятно, но ничего не остается. Если к вам приходят управляющие инвестиции, неважно, акции, облигации, недвижимость, деривативы, что угодно, какова ваша реакция? Как вообще вы смотрите на ту часть, которая не искусство, которой вы сами не занимаетесь? Готовы вы доверяться кому-то, не готовы вы доверять? Мы как агентство, ты сейчас ко мне. Вы как агентство, ты как владелец этих денег, скажем, и так далее. Ну, агентство занимается инвестициями только в свое направление, и, так сказать, диверсификация инвестиций, в данном случае здесь, у нас пока вопрос такой не стоит. Меня, да, у нас, например, там есть какой-то небольшой пакет моих инвестиций, которые находятся в управлении управляющей компании. Хотя, так сказать, основную часть инвестиций я делаю сам. В искусство? Нет. Это относится к ценным бумагам тоже. Есть небольшая. А почему? Вот просто, я понимаю, что это, наверное, не очень рациональный все равно вопрос, не рациональный ответ, но почему сам? Ты как человек, который продает сервис в области искусства коллекционерам? Ну, скажем, как-то так получилось, что меня интересуют какие-то определенные направления, и обычно управляющие компании мне такого пока не предлагали. То есть, например, например, там, не знаю, там, фармацевтику только. Хотя есть, безусловно, специалисты, которые занимаются только инвестицией в фармацевтику. Либо инвестиции в другие какие-то направления. Командитис, например, да. А я нахожу себе какие-то такие. Ну, для меня, во-первых, они не такие большие, но для меня это такая игра. Как бы шахматная партия со временем и с самим собой. Ты тоже покупаешь то, что тебе нравится? Тоже, да. Я коллекционер. Фактический метод тот же самый. Абсолютно, да. Это... В этом отношении я неудачный гость. Я-то отношусь к тем людям, которые делают инвестиции безобразные, но доходные. Так вот, что это за безобразные и доходные инвестиции в области антиквариата и искусства? Что это может быть? О, это могут быть очень разные вещи. Это... Ну, скажем так. Сначала мы уберем слово здесь из области культуры и искусства. Потому что мы занимаемся collectibles к предметами коллекционирования. А, скажем, вино это прекрасный предмет коллекционирования, прекрасные предметы для инвестиций. Точно часть культуры. Часть культуры, безусловно, но не произведение искусств. Хотя, наверное, какой-нибудь инолог сейчас бы на меня сильно обиделся, узнав о том, что я, так сказать, понизил в ранге его произведения. Вот. Машины, ну, безусловно, кто-то называет их произведением искусств, но все равно это как бы предмет коллекционирования. Ну, кстати, я вам сейчас называю номер один и номер два в мире. на коротком горизонте вино является самым выгодным инвестиционным направлением, которое, между прочим, по мнению Вашингтон-Пост, по-моему, посчитал, что вино, инвестиции в вино и в виски за последние несколько лет обогнало по прибыльности классические инвестиции. Не каждый умеет это делать. Безусловно, надо хорошо знать, что будет дорожать. Есть классические направления, есть новый свет, есть многие... А ты сам покупаешь вино? Да. А есть какое-то ощущение, сколько оно принесло процентов, скажем, годовых? Есть очень четкие цифры. Во-первых, есть по торговле вина, есть уже фонды, большое количество, есть рынок, в котором можно просто посмотреть, что дорожает, что подымается, что опускается в цене. В общем, это достаточно уже устоявшийся инструмент, который, между прочим, очень хорошо работает. Например, за последние два года Калифорния, калифорнийские вина подорожали на 37%. Дали 37% годовых. Имеется в виду винтедж-бейст. То, что куплено два года назад. То, что куплено, то, что приобретено, сеты, которые в среднем дали 37%. И эти цифры, ну, скажем, машины за 10 лет дали 300, по-моему, 340% годовых. Не годовых, пардон, кумулятивных. Это какие-то специальные машины. Я меняю машину каждые 3-4 года и каждый раз с большим убытком. мы другие машины. Мы говорим все-таки о коллекционных машинах. Они тоже делятся на несколько. Там надо очень четко понимать. То же самое, как часы, например. Часы являются очень серьезным инвестиционным. По-моему, на четвертом или на пятом месяце находятся часы. Но, к сожалению, не все часы. То есть, факт. Из инвестиционных направлений часов, то их есть, например, 4 рынка классических. Есть рынок, так сказать, лучковых. Мы говорим все-таки о часов. Это карманные часы. Луковицы. Лучковые я их так называю. Луковицы. Есть часы, так называемые интерьерные часы. Мы их вообще убираем из разговора. Есть First Stripe, то, что называется первые часы, которые появились на ремешке. Это, предположим, со времен Первой мировой войны до Второй мировой войны. Есть винтажные часы, то, что мы называем послевоенные и до, скажем, 80-х годов, до второй половины 80-х годов. И то, что мы называем даже до 90-х годов. И часы, которые мы называем Complications. Это вот то, что вы видите, кстати, здесь в этом магазине. Турбиллионы. это Complications, это современные часы. Хочу все-таки на чуть-чуть прерваться с искусством. Так, я немножко... С предметами коллекционирования. Я, честно говоря, от предметов коллекционирования. Непривычная тема. Хотя бы на две минуты. Я знаю, что все-таки у тебя есть инвестиции в другие области. Не только предметов коллекционирования. Ну, в общем, да, я, как сказать, у нас есть семейная инвестиция. Мы, мой старший сын и моя невестка, мы ими очень гордимся, они живут в Сан-Франциско. Мы гордимся не этим. Они, у меня семейство стартаперов. И вот они по версии американского Форбс в этом году вошли в 30... 30 самых влиятельных молодых бизнесменов, которые мне исполнили с 30 лет. Это мой сын с невесткой. Из России там всего трое. Из них двое мои. И вот этим я очень горжусь. Они сделали компанию, которая занимается международными перевозками и международным шопингом. Называется она Грабр. Вот. Это не совсем международные перевозки. Просто. Да. Это не... Это социальные перевозки. Да. Это не контейнеровозы. Это такой маркетплейс для обмена сервисом по перевозке грузов, скажем так. То есть любой человек... Началось с того, что мой сын учился в Америке. И, естественно, когда он прилетал в Москву или прилетал в Испанию куда-нибудь, кто-нибудь что-нибудь всегда просил привезти. Ты там привези это. Там из Испании хамон, из... Там в Москву привези там таблетки или что-то оттуда. Бабушке в Америку передай димедрол. Мне сюда витамины. И он говорит, ну почему я все время... Вот у меня два чемодана, из них пол чемодана моих вещей и все остальное. Полтора чемодана я кому-то что-то вожу. Короче, ему в какой-то момент надоело это делать бесплатно. И он решил попробовать этот сервис предложить в таком виде, когда каждый человек может продать часть своего места в своем багаже. Но не просто принять в вас какой-то груз и привезти, потому что это было бы нарушение закона, а поручить вам приобрести что-нибудь для него и привезти. Вот примерно как-то так. И это стало очень популярным. Популярно не только в России. Первые для их страны на сегодняшний момент, я насколько знаю, это Брасилия, это Аргентина, это Перу, это Вьетнам. Сейчас очень активно открывается Индия, Египет. Очень много привозится из Америки в Америку, потому что Америка страна экспатов. И каждый имеет свои какие-то привычки. Люди из Австралии любят какие-то свои шоколадки, которые они там на них выросли. В Америке их не продают, потому что это уж очень локальный продукт. А вот попросить, кто летит из Америки, взять, купить ему 10-15 шоколадок и заплатить за это лишних 5-10-15 долларов, никто никогда не откажется. И вот так это все стало происходить. И на сегодняшний момент у них, в общем, уже, насколько я знаю, миллионы юзеров. Но это папина инвестиция. Папина инвестиция. То есть я был, как инвестиция называется Family Friends and Fools. Так вот, я в данном случае надеюсь, что все-таки стою в Family and Friends. Надеюсь, мы не фул. Потому что, ну, как бы у них уже достаточно удачный проект, который уже подходит к стадии эффективности. То есть у любого бизнеса, и я знаю это по своему бизнесу, его начальная стадия, первоначальная стадия, пионерская, так называемая стадия, она в основном инвестиционная. Вот у них уже этот процесс инвестиций уже должен заканчиваться, он заканчивается, и они начинают, начнут уже, надеюсь, уже в скором времени, в этом году, уже начнут приносить дивиденды, на которых мы очень надеемся. Все-таки это венчурный бизнес. У вас такая одна инвестиция? Такая инвестиция одна, да. Была первая инвестиция, она была не очень удачной. Тоже в стартап старшего сына и вот второе уже более, так сказать, когда у нее стало уже более-менее понимание, как это все работает, поэтому... А вообще получится у тебя вспомнить, скажем, самую неудачную инвестицию в жизни? Конечно. У меня самые неудачные инвестиции стоят на моем складе, примерно 5000 квадратных метров склада. Когда я покупал интерьер, и ты покупаешь, это становится в какой-то момент спортом. Ты должен найти что-то такое, что потом может пригодиться, может не пригодиться. Либо ты покупаешь интерьер, под интерьером я понимал все полностью. Это и бузыри, это кессонные потолки, это люстра, это паркеты, это много чего, это окна, это старинные двери. Ты привез интерьер, а не нужна только его часть. Такая-то часть отодвигается на склад. И это в какой-то момент складывается. Вот у меня есть, я там, честно говоря, туда, я примерно знаю, что там есть, но каждый раз, если как-то там появляюсь сразу, в общем, да. А сделать из этого музей и водить людей? Я боюсь, что это единственный выход монетизировать и удачную инвестицию просто сделать, наверное, надо будет название какое-нибудь придумать. Но есть маркетплейсы, где все это можно пытаться продать. Это сложно, это части чего-то, это то же самое, как, не знаю, это не рука Венеры, которая, она все-таки будет иметь свою цену, я уверен. А самая удачная? Про грабры нельзя сказать? Самая удачная инвестиция, она, и мы все-таки, я все-таки буду иметь в виду свою коллекцию, в моей коллекции мне удалось купить одну китайскую бутылку, которых всего две в мире. Я ее видел. И одна у меня. Вот это, я считаю, одна из самых моих удивительных находок и, в общем, случайностей. Такое бывает. У любого коллекционера... И тоже не потому, что она стоит дороже, да? Нет, да. А потому, что это уникальная... Уникальная абсолютно вещь. Все мои попытки поговорить с тобой в терминах прибыли, терпят неудачи. Неудачи, да. Боюсь, что это... И боюсь, что это не совсем мой язык. Собственно, естественный вопрос, который здесь вытекает, из удовольствия инвестиции есть. Какие-то инвестиции есть даже, чтобы зарабатывать. А из каких-то других чувств? Не знаю, страх. Есть люди, которые инвестируют в таблетку для вечной жизни, например, потому что боятся умереть. вот что за такое? Или это незнакомо? Инвестиции из страха. Или из обязанности. Пришли люди, сказали... Ну, наверное, ну, скажем так, недвижимость — это что? Для тебя что? Это, кстати, поколенческая наша такая... Вот моего, нашего поколения проблема для нас. Мы всегда считали инвестицией. Недвижимость — это инвестиция. Серьезно. И сейчас я думаю, что это не инвестиция, а некая... Вот, знаете, сейчас опытные инвесторы говорят, что на недвижимости можно зарабатывать, но нельзя в нее инвестировать. Да. Вот. Это да. Но, да, я, кстати, это тоже встречаю очень много в России. Люди рассматривают покупку недвижимости как альтернативу инвестициям. А у тебя много недвижимости? Нет. Так, без цифр. Нет-нет. Не так, чтобы ее уж очень много. Просто я просто говорю, что когда-то мы считали, что главная инвестиция вот из всего, все, что может тебе помочь в тяжелый момент, это главная инвестиция, это была недвижимость. Сейчас ситуация изменилась. Например, молодое поколение, мои дети, например, так не думают. Когда я спрашиваю, почему вы не приобретете квартиру, у вас там такие проценты банковские, низкие, что, в общем, глупо было бы не приобрести. Они говорят, зачем нам? Мы прекрасно снимаем, а через полгода мы переедем в другое место, а через три месяца в другое место. Мы хотим быть свободны, мы не хотим быть привязаны к одному месту, а вы вот с мамой, вот у вас есть тут, у вас есть тут, и вы к этому, поэтому у вас совсем другая жизнь. Это не потому, что вы другие, но и подобные инвестиции делают вас менее мобильными. А мы мобильное поколение, мы новые. А кэш? Просто кэш? Ну, безусловно, это всегда самая надежная инвестиция, хотя, в общем, сейчас тоже уже нет. Я все-таки склоняюсь, что должна быть некий пакет из разного рода инвестиций. Должна быть естественный кэш, должна быть, имеется в виду деньги, должна быть и какая-то недвижимость, потому что все равно нужно некое семейное гнездо или семейные гнезда, которые в какой-то момент согреют. Инвестиции в предметы коррекционирования, как это долго называется научно или в искусство, как это чаще называют на рынке, становятся все более и более популярными, говорят о них точно все больше и больше. Я из этого длинного интервью с Григорием, который является, безусловно, одним из лучших специалистов, вынес для себя пока только один серьезный вывод. Делать их просто для того, чтобы зарабатывать нельзя. Это инвестиции, сопряженные с тем, что вы вкладываете свою душу, свой интерес, вы делаете то, что вам больше нравится и покупаете то, что вам больше нравится. А уже получится из этого доход или нет, это вопрос второй. И даже для самих профессиональных коллекционеров далеко не главный. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова